Оффсайд-шоу с Романом Вагиным Красивыми, витиеватыми формулировками найдут для себя понимание оного Красиво сформулировал сам, честно говоря, не понял, что сказал, но в итоге, думаю, вам понравилось Здравствуйте еще раз, Роман Вагин, да после сообщения о погоде Теперь уже со старта низкого срываюсь в эфире Оффсайд-шоу 21 час 5 минут в столице 13 июля Середина недели, середина лета, экватор переваливается, новостей достаточно И в лично озвученной мной рубрике Муз-новости, рейтинга в сайт-шоу Мы с вами снова послушаем разные интересные композиции Пока еще есть у меня к этому живой интерес А он может быть до какого-то определенного этапа и иссякает абсолютно непрогнозируемо Но пока он существует, будет вот такая вот забава Новости дня в виде различных музыкальных композиций Если у кого-то есть какие-то идеи, предложения по этому поводу И вам кажется, что новости в данном аспекте эфира не полны Еще какие-то у кого-то идеи? Предлагайте, пишите, все принимается, все может быть когда-то будет озвучено Да, кстати, сегодня, сразу чтобы вы понимали, новинка Опять же, идея следующая Лучший, на мой взгляд, слушатель сегодняшнего эфира В сайт-шоу будет удостоен звонка лично вам по телефону, который я смогу обнаружить Либо с помощью ватсапа, либо с помощью вайбера, либо смс-ку вы какую-то пришлете Я вам все это дело потом, ответив на это дело, смогу позвонить Но для того, чтобы вы получили титул лучшего слушателя дня Вам нужно будет правильные, качественные сообщения писать Интересные, смешные, веселые В общем, которые тронут мою уставшую от многолетнего эфирного бдения душу Дерзайте еще раз вайбер ватсап 925-222-2932 Сообщение на смс-портал 5533 Вот то, что нужно Хотя можете, в принципе, и в теме офсайт-шоу Также отмечать свои сообщения телефонными номерами Чтобы потом я кого-то одного выбрал И уже в завершении эфира пообщался с человеком Который официально будет носить звание слушатель дня Лучший слушатель офсайт-шоу Вам есть к чему сегодня стремиться Еще раз, разные интересные сообщения Картинки, новости, песни, пляски, фотографии Смешные карикатуры Просто анекдоты старые бородатые Тоже вот не знаю, что понравится мне На что я сегодня обращу внимание Но еще раз, вам есть ради чего сегодня писать И выкладывать свои сообщения в вайбере, в ватсапе С помощью смс-ок Лучший слушатель дня Теперь такая акция Она может прожить, в принципе, всего один день Если мне сегодня не понравится все это То завтра будем бороться с званием худшего слушателя дня Но переходим к новостям потихонечку И информацию, которую мне навязали Скажу честно, навязали Потому что сам я эту информацию не хотел брать в новости Но людей шокировало Шокировало, как в Лиге чемпионов Во втором отборочном туре В домашнем матче На стадионе Читаю бумажки Вы можете это видеть, да В стадионе Виктории А, Виктория называется стадион В Гибралтаре В домашнем матче Команда с американским названием Авраам Линкольн Или просто Линкольн Обыграла шотландский клуб Селтик, да Кельты, которые Потеряв глаз Гаренджерс Были, в общем-то, единственной силой в стране Видимо, потеряли совсем чувство конкуренции И даже уже проигрывают теперь Линкольну 1-0 Но здесь у меня Помимо того, что это Проходило в Гибралтаре Других идей музыкальных быть не может По стене ползет вор Линкольн Селтик 1-0 Второй отборочный тур Лиги чемпионов Ростов стартует с третьего Но уже во втором Вот такие сенсации Конечно, это однозначно сенсация Но после Евро, где Мы все увидели Исландию, Уэльс Я думаю, что уже и победам Гибралтара На европейской арене не стоит удивляться Московский клуб ЦСКА Попрощался с Романом Широковым И Аароном Аланара Широков 9 матчей, 1 гол за полсезона За полгода У Аланара 10 матчей 3 забитых мяча Один из них в финале Кубка Там же была получена тяжелая травма Через полгода Нигериец только восстановится Но вот ЦСКА он не нужен Ну что ж, ребята Прощаются со своей армейской карьерой Дембельский аккорд прозвучал Уезжают в родные края Дембеля, дембеля, дембеля Да, Широков уезжает в родной Дедовск Аланары в родные нигерийские пустыни Ну, я, конечно, утрирую Но, в принципе, близок к правде Может быть Следующая новость тоже про ЦСКА Официально, наконец-то, закончилась сага Несколько дней ЦСКА подписал того самого Ласинутра Оре Которого всем помним по выступлениям за Кубань За Анжи Последнее время был он в Монако Не очень удачно Но вот призван заменить один африканец другого Вместо быстроногого Ахмеда Мусы Теперь будет в атаке ЦСКА 203 сантиметров Ласина Трооре Который, пускай и уроженец Скотт Де Ивара Пускай и слон по футбольной принадлежности Но, конечно, больше он все-таки жираф 203 сантиметра Я думаю, что болельщикам ЦСКА Стоит взять на вооружение Классику жанра Строчку из песни Владимира Высоцкого В первом же матче за ЦСКА Трооре забил Я думаю, что вот если будет сбивать так же То вполне можно это озвучивать В каждом матче на трибуне Заводя жираф большой, ему видней Сегодня с удивлением для себя Обнаружил, что оказывается Вернулся в Динамо Такой футболист, как Александр Саша Бютнер Помните такого? Да, приходил он из Манчестер Юнайтед С большой помпой Голландец, футболист сборной Ничего не показал, кроме своих татуировок Последнее время был в Андерлекте Провел там 11 матчей За 14 матчей забил 1 гол Там был в аренде Вернулся в Динамо Ищет ему новые варианты трудоустройства Клуб Но, честно говоря, для меня После того, как я прочел сегодня эту новость По большому счету удивление Все это большущее вызвало И, конечно, удивляет, что этот парень Вообще вот еще с нами И я готов тоже поддержать эту песню Ну ты здесь, Саша Как? Откуда ты взялся? Почему? Почему ты до сих пор с нами? Да Человек, который в пору динамовских закупок Приезжал еще раз в Новогорск Но вот никак не может уехать Идем далее Дарья Клишиной Нашей прыгуни Разрешили таки выступать на Олимпиаде Под российским флагом Я думаю, многие, которые поливали Дарью Всякими субстанциями Сейчас утихомирятся Российский флаг будет На выступление Клишиной Поэтому только одна композиция Здесь может звучать Давай, Россия! Давай, давай! Давай, Россия! Давай, давай! Марио Фернандес Этому главная тема дня Для почитателей футбола Получил российское гражданство 25-летний бразильский защитник ЦСКА По личному распоряжению президента страны Владимира Путина Награжден нашим паспортом С двуглавым орлом И теперь будет конкурировать С Смольниковым И другими крайними защитниками Чемпионата России Имеется ввиду по правой бровке Ну что ж, Фернандес Не знаю, насколько он будет там Проставляться за паспорт И будет ли какой-то Вечер новичка в сборной Но я думаю, что песню для него Мы уже подготовили Ну вот такую песню Может вполне исполнить Исполнить Марио Фернандес На вечере новичка в сборной России Ну вот такие новости Сегодня мы для вас выбрали Озвучили местами Мне кажется, было достаточно интересно Ну и, пожалуй, пожалуй Стоит все-таки поговорить с кем-то И перебить несколько музыкальную тему Вполне себе серьезным интервью На тему того, что же происходит со сборной России И кого нам ждать на посту Наставника национальной сборной России Кто это может быть? Сегодня пошли слухи, что этот пост Может быть доверен Валерию Карпину Мы звоним Валерию Георгиевичу И разговариваем с ним на эту тему Валерий Георгиевич, здравствуйте Слышали ли о том, что вас сватают на пост Главного тренера футбольной сборной России? Ну, в принципе, вам этот вариант был бы интересен Нет, вы за или против? За? Против? Спасибо большое, Валерий Георгиевич Было очень интересно ваше мнение узнать По поводу сборной России Вашего в ней возможного участия Да, Валерий Карпин и проект сборной России Пока ничего не понятно Но, в общем-то, видно по голосу Слышно, что человек заинтересован Больше, чем не заинтересован Ну, окей, будем ждать развития ситуации Событий, да Я напоминаю, что у нас, как всегда традиционно На главной странице Оффсайд-шоу ВКонтакте Существует опрос Который сегодня звучит так На чьей вы стороне в противостоянии Слуцкого и футбольных арбитров России Знаете, да, историю о том, что Слуцкий в какой-то детской программе Перед началом Евро Сказал, что, мол, если арбитр русский Его можно бить Это очень обидело наших судей И вот сейчас мы у вас спрашиваем На чьей вы стороне прав Слуцкий Правой футбольной орбиты Третий вариант ответа Скандал, раздули на пустом месте Нашему футболу не хватает юмора За этот вариант Больше всего голосов Отдано на данный момент Из 22 сотен проголосовавших 227 человек 55% Именно за этот вариант ответа Продолжение Оффсайд-шоу Не за горами Смешинка В общем, все, что я успею отследить И мне покажется интересным Этому человеку в конце эфира Перезвоню И скажу большое спасибо И, может быть, даже немного Пообщаюсь 925-222-29-32 Номер в Вайбере и Ватсапе Ватсапа и Вайбера 5533 смс-портал Пишите смски Также Это все будет учитываться И, значит, можете дозваниваться в эфир Тем более, сейчас это вам понадобится Поскольку у нас готова Следующая рубрика Роман с загадкой 276-09-32 И 276-19-32 Код Москвы 495 Телефоны прямого эфира Спорт-ФМ Оффсайд-шоу Роман Вагин Готов Загадать вам Очередную Необычную Хотя, может быть Для многих достаточно Банальную загадку Сегодня Связанную С одной Из Новостей Дня Но, опять же, для того, чтобы Поучаствовать Нужно дозвониться По поводу Страницы В Страницы Спорт-ФМ Вконтакте Есть тут сообщение Алексей Алексеев Валерий Дмитриев Александр Эсперт Роман, куда писать Петиту, чтобы шоу было Два часа Пишите здесь Будет Нормально Евгений Сологубов Роман, добрый вечер Рад слушать вас Из Даки Бангладеш Евгений Сологубов Один из лидеров Сейчас нашего Конкурса Лучший Слушать, потому что Из Даки Бангладеш Туда позвоните Знаете, дорогого стоит Напоминаю еще раз Следующая часть эфира Это загадка Которую нужно Разгадывать Чтобы ее Разгадывать Кому-то Нужно Позвонить в эфир Сказать Роман, здравствуйте Я готов Такой алгоритм действий Другого не придумано Телефоны Прямого эфира 2-7-6-0-9-32 И 2-7-6-1-9-32 Код Москвы 4-9-5 Вы дозваниваете Я загадываю Вы отгадываете И будет вам Хорошее настроение Счастье И приз От меня Это крепкое Виртуальное Рукопожатие Александр Эксперт Спрашивает Вконтакте Роман Тра-Оре Или Дзюба Лучше столба Играет в атаке Ну на мой взгляд Дзюба Хотя Опять же здесь На вкус и цвет Товарищей нет Алексей Алексеев Давайте собирать Митинг Татьяна Рогова Пишет Если еще бы Понтуса Русским сделать Тем более Он от своей сборной Отказался Что ли Не играет В сборной Швеции Больше Интересно Много сообщений Вконтакте Это приятно Тема офсайд шоу Там существует Можете туда заходить И писать И общаться И спрашивать И как-то реагировать На эфир По поводу опроса Который у нас На главной странице Вконтакте Задан Вопрос следующий На чьей стороне В противостоянии Леонида Слуцкого И футбольных арбитров Прав в Слуцке 27 процентов Поголосовало Правые футбольные арбитры 15 процентов Скандал Раздули на пустом месте Нашему футболу Не хватает юмора Пока этот вариант Который придумывался На коленке Лидирует 57 с половиной Голосов Собрал процентов Голосов Да 189 человек Из 328 За этот вариант Ответа А я все Продолжаю настаивать На необходимости Звонить Если как бы Вы не звоните Тогда вообще В чем смысл Конкурсов 276-09-32 276-19-32 Код Москвы 495 Роман Загадка Рубрика Которая имела место Быть в этой Четверти часа Но опять же Без вашего участия Она тихонечко Сейчас Плачет И умирает Сообщение СМС-портал Вицель Уходи Почему-то с вопросом Уходи Или прямо Вицель уходи Вот мне интересно Да Ваше сообщение В Вайбере Сомержон Файзов Добрый вечер Уважаемый ведущий Приятного эфира Вам Как говорят Понять и простить Это по поводу Леонида Наш тренер Он самый лучший Спасибо Удачи Искандер Фанат ЦСКА Москва Роман Два вопроса На работу На велике Добираешься Из развилки Развилка Какой велик Нет Пешочком Иду Из Московской Области Глаза Давно сделал Где очки Да Давно сделал Очков Нет Я не знаю Как насчет музыки Но Люк Бессон Да Уже снял Фильм Сборной России По футболу Бесславные ублюдки Пишет Сергей Из Калуги Ну принимается Да Вопрос Это еще раз Вайбер 925 222 2932 И Ватсап Тоже Можешь туда писать Кстати Оланары Умотал В Китай Там походу Капустная Лихорадка Ну наверное Да Есть еще Буквально Несколько минут Три Чтобы поучаствовать В конкурсе Если нет То рубрика Вообще Приказывает Долго жить 900 Нет 276 0932 И 276 1932 Телефоны Прямого эфира Код Москвы 495 Дозвонившийся Получает вопрос Отвечает на него Ну я не знаю Правильно Неправильно И не заставляет Меня долго мучиться Потому как Уже честно говоря Достало вас Упрашивать Николай Здрасте Здравствуйте С первого Раз дозвонился Потрясающе Слушайте вопросы И потом отвечайте Хорошо Внимание Что за музыка И какое отношение Она имеет К новостям Сегодняшнего дня Подсказка Новость Касается Чемпионата Европы По футболу Недавно прошедшего Ну это Это не шальная императрица Нет Гуляй шальная Импер Нет Не императрица Не императрица Это Национальный В общем-то Музыкальный Танец Николай Николай Дозвонился С первого раза В шоке От такого счастья Сейчас потерял себя Сейчас бегает По улицам Родного города Кричит Что вот-вот Я счастлив Я сделал это Но Прям удивил меня Где он вообще В этой мелодии Услышал Ирину Аллегрову С хитом Всех караоке-баров Гуляй шальная Императрица Ну вот есть Есть Да у нас Таланты Сергей Здрасте Алло Алло Сергей Здравствуйте Добрый вечер Добрый вечер У нас была Загадка для вас Да-да-да Это Чарда Шмонти Так Откуда вы знаете Все это Откуда знаю Ну Танцевали Танцевали Нет-нет-нет Слушал Слушали А то есть Как бы Ну В курсе Что традиционный Чей танец Чей танец В какой стране Либо Венгрия Либо Румыния Точно Звать не буду Нет Давайте угадаем Все-таки Венгрия Или Румыния Давайте Венгрию А как это связано С новостями Сегодняшнего дня Касаемо Евро-2016 Слушайте По-моему Венгрия Самый красивый угол Забел Прекрасный ответ Сергей Вот мне понравилось Николая Мы бросили на амбразуру Николай лег Смертью храбрых В этой битве Он угадал Почему-то Шальную императрицу А Сергей Прослушав Со второй попытки Да Вторым Прозвонившись Абсолютно верный Дал ответ Поздравление Нашему Слушателю Это на самом деле Традиционный Венгерский Народный танец Чардаш Да К тематике Чардаша Пишет Википедия Обращались Такие классики Как Ференс Лист Виторио Монти Йоганнес Брамс Йоханн Штраус Даже Петр Ильич Чайковский Не говоря уже об Имре Кальмане Господа Да Это венгерский танец Венгерский полузащитник Ветеранище 37-летний Золтан Гера Получил признание От УЕФА Хотя достаточно спорное На его счету По мнению УЕФА Самый красивый гол Минувшего Чемпионата Европы Ворота сборной Португалии Золтан Гер отправил мяч Хотя конечно Джордан Шакири С его голом В исполнении С его голом Ворота В матче За сборную Швейцарии Да, в матче 1-8 финала Конечно Для многих казалось Это гораздо Более правильный выбор Но вот тут не угадаюсь Продолжаем эфир Овсайдшоу Совсем скоро Роман Вагин к вам вернется Реклама Откуда у тебя такие скидки? Лохматая лапа завелась в Юлмарте? Четыре лапы! Это я так за себе завела Только в июле В Юлмарте Велосипед Стелс Навигатор Колеса 26 дюймов С 21 скоростью За 18 990 рублей А с таксой На 2 тысячи дешевле Купи таксу Получи скидку Прямо сейчас Количество товара ограничено Полные условия программы на юлмарт.ру ОО «Юлмарт РСК» Санкт-Петербург СИЗОВА 2А ОГРН 111-784-760-79-00 Пляжная олимпиада в Москве С 21 по 31 июля Стань свидетелем вторых в истории Всероссийских пляжных игр 8 видов спорта Более тысячи участников Лучшие спортсмены страны Пляжный волейбол Футбол Теннис Рэбби Чирлидинг И многое другое А еще море музыки Конкурсы для болельщиков Мастер-классы для детей И потрясающая атмосфера Пляжного отдыха Водный стадион Ленинградское шоссе 39 Информация на сайте русбса.ру 0 плюс Телефон рекламной службы Спорт.м 620-46-64 Код Москвы 495 Словарь спорта Крафмага Это система самообороны Созданная в Израиле В первую очередь Желающих овладеть этим боевым стилем Учат избегать конфликта Но если это совершенно невозможно То мастер-крафмага Должен завершить схватку Так быстро Насколько это возможно А лучше всего Предприняв необходимые меры Еще до ее начала Атака ведется По уязвимым точкам И не исключается Нанесение серьезного вреда Здоровью нападающего Цель-крафмага Обеспечить собственную безопасность Любой ценой Словарь спорта Ритмы спорта На Спорт-ФМ Гимн футбольного клуба Локомотив Только офсайт Только хардкор Офсайт-шоу На Спорт-ФМ Новости Были рассказаны Поданы необычно В музыкальной интерпретации Загадка Загадана Чардаш Сегодня был Венгерский национальный танец Вы его угадали Идем далее По эфиру Напоминаю Что на главной странице Спорт-ФМ Вконтакте Опрос идет На тему На чьей стороне Вы в противостоянии Слудского И футбольных арбитров 457 человек проголосовало 59% голосов Отдано за ответ Скандал Раздуль на пустом месте Нашему футболу Не хватает юмора Далее Прав Слудский 27% И правый футбольный арбитр 14,2% Голосов Вот такой опрос В теме Офсайт-шоу Не забывайте Также Общаться Есть вайбер Есть ватсат Напоминаю Что сегодня Самый Интересный Самое Интересное сообщение Мем Картинка Стихотворение Какая-то фотография Анекдот Вопрос Ко мне В итоге Будет ответная реакция Стороны ведущего В конце Позвоним вам По телефону Который вот тут у вас Задан И пообщаемся На тему Дня уходящего Ну а сейчас Следующая рубрика Офсайт-шоу Вечерний звон Ну да Вчера мы не смогли Звониться до китайцев Поэтому сегодня Подстраховались И заранее С телефонами Китайских Футбольных Надеюсь Дел мастеров Обзавелись Ими И сейчас будем Звонить в Санкт-Петербург В Китайский Деловой Центр В Санкт-Петербурге Где работает Человек По имени Хун Пэн Да Я думаю Что он Чего-то нам Расскажет Интересного О китайском Футболе Который Овладевает Сейчас Умами Многих Мировой рынок Пал Под натиском Китайских денег Еще раз Халк уехал Воминал я об этом Вчера Вот и Пелли Уехал И они входят Теперь в пятерку Самых высокооплачиваемых Футболистов мира Имеется ввиду Зарплата Там где Роналду Там где Месси Там где Ибрагимович Там вот эти парни Казалось бы Да А вот уже Получают там 16 и около того Миллионов евро Хун Пэн Здравствуйте 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 Прекрасный русский язык Меня зовут Роман Да Это Спорт.ФМ У нас такая тема Которую мы не можем Никак Без вашей помощи Реализовать И обсудить Что происходит в Китае С футболом Откуда такие деньги И чего дальше ждать Мировой экспансии Вы всех купите? Да 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 Конечно Тоже Такой вопрос Воспущает Вещи мира Конечно Почему Вот сейчас Они задают Такой вопрос Почему в Китае Такое большое Количество населения Один миллиард 300 миллионов Миллионов Нет Хороших Как у нас Почти Да По футболу Вот Почему Вот это Ну может Вот сейчас Почему Вот Китайская Веропрессия Сейчас занимает Второе место В мире Потому что Большинство Людей Наверное Пошли уже В бизнес И мало Кто-то Играет В футбол Нет Нет Откуда Такие деньги У вас там Все хорошо С экономикой Прям Все Цветет И пахнет Готовы платить 20 миллионов Евро Халку Ага Ага Я понял Так А знаете Такого футболиста Роман Широков Роман Широков Это Игрок Да Игрок По фамилии Да Русский Русский игрок Наш бывший Капитан сборной Он тоже В Китай Хочет Вот как Считаете В Китае Его знают Или тоже Ага Я просто Не очень часто Смотрю Вот Футбол Конечно А кого-то Кого-то Можете назвать Вот в китайской лиге Там главные звезды Сейчас кто в Китае В чемпионате Главная звезда Халк В Китае Вот Футболиста Да Да Футболист Самый известный В Китае Иностранец Или свой Кто это Иностранец Да Там Вот Сейчас Тренер Енстерин По-моему По-моему Как назвать Халли Енстерин Потом Да А Скаларий работает Там еще Я знаю Луис Луис Понятно Да Хорошо В общем Широкого Вы не знаете И Футболистов Которые там Играют Тоже плохо Знаете Но Чего ждать Дальше будет хуже Дальше будут зарплаты В 30 миллионов евро Или что там Чего вообще Или все развалится Ну я думаю Ну я думаю Что Это Вот Игра По футболу Конечно Это надо Развиваться Сейчас просто Нужны Иностранные Хорошие Вот Тренера И Игроки Конечно Игроки Конечно Игроки Нужны Тоже Широков Хорошие Игроки Тоже Да Да Конечно И касаться Толсты Или Сказаться Толсты Поддерживать Спасибо большое Да Спасибо большое Хонпен Игроки Из России Широков Не знаем Но Верим Что он Он может Туда Уехать Это был Китайский Деловой Центр В Санкт-Петербурге Ну так Как бы Видите Да Не совсем Они все Следят за этим Делом Мне кажется Сами в шоке Китайцы Того что происходит У них в футболе Такое ощущение Как вот у нас Да Оторвано Все от реальности Где-то Есть Пласт Бизнесменов Богатых людей Которые Вкладывают Деньги Если основная Масса народа Которая там Переживает То что и у нас Как эти Богатей Получают такие Бабки Давайте позвоним Еще и по теме Итальянской Сейчас два момента Которые Хотелось бы Обсудить Есть у нас Итальянский переводчик Работающий В России Тоже Сразу предупреждаю Звонок Который мы Обсуждали То есть С итальянцами Тоже оказалось Не просто Все Надо договариваться Заранее Это не вот такой вариант Как знаете Мы там звоним В бане В роддома Еще куда-то Нашим простым Девчонкам И прямо Здрасте Здрасте Я Роман А вот скажите Пожалуйста Что происходит Здесь все серьезно Здесь официально Иностранцы Договариваемся Итальянская тема Интересно Касаемо Спартака И двух Фамилий Фернандо И Каррера Один Ховбек Опорного плана Из Самбдории Бразилиец Который Может Спартак перейти А другой Тренер Который Спартаке Уже работает Здравствуйте Джан Паула Джордано Правильно Да Да Это я Меня зовут Роман Это Спорт.фм Прямой эфир Мы хотели С вами поговорить На тему Футбола Вот сейчас Звонили Китайцу Который Работает В России Такое ощущение Что не очень Он за футболом Местным Китайским Своим Родным Следи За чемпионатом И так далее А вот итальянцы Есть которые За футболом Не следят Ну Итальянцы Очень любят Футбол И следят За Можно сказать За всеми Центринатами Мира Их любим Конечно Итальянские Но И они Очень хорошо Знают И русские А вы Вот знаете Такого футболиста Нам просто интересно Сейчас в Спартак Уже несколько Недель А то и Месяцев Сватают Бразильца Фернандо Из Самбдори Да Я знаю Это Футболиста Да Ну Сильный Футболист Качественный Нужен Спартаку Поможет Здесь Или Просто Приехал При Приезд Дингами И ничего Такого Яркого Не покажет По-моему Это будет Хорошее Дело Потому что Самбдори Все равно Очень Серьезный Круг И Существует Ведавно Там Подготовка Для игроков Очень Качественная И Думаю Что Этот Игрок Может Только Делать Спартак Еще Лучше А у вас Какая-то Есть Перед глазами Характеристика То есть Какая-то Картинка То есть Он там Пас Может отдать Может отнять Мяч У всех Обыграть Всех Какой он Футболист Что он делает Оброняется Просто Я мало Смотрю Самбдори Честно говоря Но Я его считаю Как Хорошим Футболистом Я понял В Спартак Приехал На сбор В Германию Сегодня На первую тренировку Массимо Каррера Бывший Тренер Сборной Италии Много лет Отработавший С Антонио Конте И в Ювентусе И в сборной Бывший защитник Ювентуса Вот о нем Что можно сказать Он приехал В Россию В ТОП-клуб Чтобы Работу В обороне Сконструировать Должным образом Каррера На эту должность Подходит Удастся ему Превратить Спартак Наконец-то В непроходимую Оборонительную Команду Ну Это Каррера Точно Тоже Я думаю Ключевой Ключевой Человек Который Был В команде Конте И еще Он был Тренером Даже И играл Во многих Итальянских Командах Я думаю Что он Может Вносить Кое-что Итальянское В русский Футбол По-моему Тоже Будет Очень эффективно Работать Я понял Спасибо большое Да Ну и вообще То есть Спартак С такими людьми Преобразится Правильно Понимаю И Фернандо И Каррера К месту Да А вы болеете В России За какую Команду В России Ну да Я люблю Смотреть Все Честно говоря Все команды Но Надо сказать Что Спартак Да То есть Все-таки Ну прям По голосу Было Чувствовалось Что вы Переживаете И вам Хочется Чтобы Итальянцы В Спартаке Итальянцы Бразилии Пришли Я понял Спасибо большое Да Это был Джан Пауло Джордан Итальянский переводчик Работающий В Москве Он рассказал нам О Спартаке Который Ждет Фернандо И уже Дождался Карреру Что вы думаете По поводу Этих людей Как вы считаете Удастся ли Бразильскому Полузащитнику Выступавшему За Самбдорию Стать Спартаке Своим И скрепить Оборону С атакой Стать Главным И лучшим Опорником Красно-белых И что думаете О работе Карреры Вдохновляет Ли вас Его Послужной Список Ювентус Сборная Верите ли вы В то что Удастся ему Сделать то что По мнению Руковод Спартака Не удалось Дмитрию Ананко На чье место Каррера В тренерский Штаб Спартака И пришел Пишите Звоните Офсайд шоу Еще целых 15 минут Впереди Картинками Мемами Смешинками Сообщающие О себе Напоминающие О себе С помощью Сообщений Вайбери Ватсапе 925 222 2932 В итоге Получит Ответный Звонок От ведущего Офсайд шоу В концовке Эфира Кто этот человек Пока неизвестно Он будет Ошеломлен И потрясен Телефоны Прямого эфира Меня учили Правильно их называть 495 Код Москвы 276 0 932 495 276 1 93 2 1 93 2 Наша Волна Господа У нас конкурс Который не прекращается Один за другим И я Снова возвращаюсь К прекрасной Мною любимой рубрике Роман С загадкой Не могу себе простить Что угадали Вы чардаш Поэтому Дозванивайтесь И у меня Еще один вопрос Для вас есть Опять же Можете поделиться Параллельно Своим мнением О трансферной политике Код Москвы 495 Сообщения приходят Да И вайберы И ватсап Вопросы Добрый вечер Меня зовут Файзуло Из Таджикистан Я работаю в Москве Я слушаю каждый день Авсай Причем по буквам Написано так А В С А Е Авсай Шоу Спасибо Ваген Ваген Вот так вот тоже приятно Что люди слушают Роман Когда мутко Отправят в отставку Откуда же я знаю Хотя с удовольствием Я бы занял этот пост Дальше Рафаэль Звонился Здравствуйте Не успел Читать сообщение Здравствуйте Да У меня для вас Есть вопрос Я думаю Что вы на него Легко ответите Я тоже так думаю Давайте смотрите Вот просто Очень просто Очень просто Шри-ланкийская Актриса Бахрейнского Происхождения Испанская Дзюдоиска И ирландский Профессиональный Игрок В снукер Кто объединяет Этих людей Опять же Исходя из новостей Сегодняшнего дня Очень просто Очень просто Еще раз Шри-ланкийская Актриса Бахрейнского Происхождения Мне кажется Уже просто Далее Испанская Дзюдоиска Тут вообще Уже В самом вопросе Подсказка И третий вариант Ирландский Профессиональный Игрок В снукер Вот кто Объединяет Этих людей Из героев Новостных лент Спортивных Новостей Сегодняшнего дня Легче ответить На вопрос Когда муткость Нина А Когда муткость Когда легче Да Ну тогда Можно поговорить О том Как вы Думаете Каррера И Фернандо Спартаке Это хорошо Или плохо Ну 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 Просто Так Он Что-то Защит Делал Это Точно Каррера Все-таки С контр работал Он Не зубовуешь Все-таки Мы видели В сборной Италии На чемпионате Ну А Фернандо Тот еще Послужил На самом деле Я думаю То что Он Не нужен Абсолютно Я вот согласен Сегодня читал Мне нравятся Знаете Такие вот Характеристики Он умеет Все И отбирать И бить Универсал Я вот не понимаю Таких характеристик Он умеет Все Ну Чего отбирать И бить Видите Как Сандоль Ты играл Потому что Севернандо В основе Это же ужас Спартак Играл Лучше Наверное Ну В общем Я понял Спасибо большое За мнение Да Тоже Не совсем Верю В этого человека Вопрос У меня Есть Кстати Мне прислали Тоже вопрос Здесь Еще-то я потерял Уже Где-то он был А вот Ватсапе Роман Тебе загадка Что объединяет Вернее кто Арбатская Дербенская Лев Голицын Арман Дебриньяк Ответ Москва Махачкала Питер Монте-Карло Наш славный Саша Кокорин Спасибо большое У нас есть Звонок От Андрея Здрасте Алло Алло Шумите Андрей Шумите Шумите Вопрос простой Добрый вечер Вопрос простой Добрый вечер Кто объединяет Шри-Ланкийскую Актрису Бахрейнского Происхождения Испанскую Дзюдоистку Иерландского Профессионального Игрока В снукер Роман Ну честно говоря Сразу могу сказать Не буду Ну давайте Я подскажу Просто подскажу Там Очень классная подсказка Смотрите Еще в этот список Я могу внести С удовольствием Никарагуанскую Революционерку Революционерку? Никарагуанскую Да Если говорить Я не Курганской Революционерки То я Революционера знаю Даниэль Артега А Ну это Прямо Сникарагуан А вот По поводу Революционерки Это серьезно Но на самом деле Вы в номинации Потому что Такая загадка Потрясающая Честно В номинации Я буду рад За это Спасибо большое Нет ответа Да у вас Да к сожалению Даже не буду Еще как бы Андрей Ничего Ничего Вы там Доезжайте Пробок нет Все хорошо А мы попробуем Еще с кем-то сыграть Да Спасибо вам За попытку 276 0 93 2 276 1 93 2 Вот веду Эфир 24 года Что называется Век веди Век учись Сейчас умная Замечательная Девушка Подсказала Девушка Я делаю акцент На этом слое Подсказала мне Как правильно Телефон Произносить И сразу поперла Виктор Здравствуйте Добрый вечер Роман Про Спартак Правильно Каррера Фернанду Про Спартак Правильно Давайте Что Ждите Я почти всегда С вами Поэтому тоже Я абсолютно В этом сабже Не уверен Во-первых Потому что Бразилец Из итальянского Чемпионата Переезжающий В Россию Это уже подозрительно Если бы он из Бразилии Ехал Будучи молодым Злым Амбициозным Тогда да А второй момент Жена у него есть Будет на мозги капать Холодно Тут люди Не удивляют Не улыбаются А в Каррера Я верю Но Я не верю Что нам купят Как воздух Необходим бы Еще одного Сильного Центрального А если его не купят Ну и чего Я бы тоже Был бы Каррерой Имея в составе Банучи Барзали И Кьеллини Я бы тоже Красиво Говорил бы Я вот умею Строить игру в обороне Спасибо большое Виктор Но Виктор Чисто футбольный момент Ему не до Некарагуанских Революционерок Да Если у кого-то есть еще Желание на этот вопрос Ответить А главный правильный ответ В загажнике Тот дозванивается И угадывает Кто же объединяет Шри-Ланкийскую Актрису Бахрейнского происхождения Некарагуанскую Революционерку Испанскую Дзюдоистку И ирландского Профессионального Игрока В Снукер Ответ Господа На поверхности Подвожу итог Опросу Который был Сегодня Задан На главной Странице Спорт.фм Вконтакте Звучал он так На чьей стороне В противостоянии Слудского И футбольных Арбитров Вы Господа Более 500 человек Поголосовало И главный Ответ За который Голосовали Большинством 335 человек Скандал Раздули На пустом месте Нашему футболу Не хватает Юмора Почти 59% Проголосовавших Вот так вот Да Так Что у нас По последним Новостям Дня Чтобы уже Закончить День На Мажорной Ноте Арсенал Тула В товарищеском матче Обыграл Радомле Готовится Всех к старту Чемпионата Локомотив Лорьяна 1-1 Локомотива Гол забил Шкулетич Наконец-то Зенит Смог выиграть Забить более Одного мяча На сборах 4-1 Победа Над Базелем Забили Голы Дзюба С пенальти Хави Гарсия Рязанцев Вернувшись Из аренды И внимание Александр Киржаков Первый гол Киржаков После возвращения В родной Клуб Заявление агента Лосины Трауре Дмитрия Селюка Уверен Трауре будет в тройке Помортировать Чемпионат России По итогам Сезона Можно было бы В это поверить Если бы Не травматичность И у арийского монстра 203 сантиметра Рост его Напомню Виталий Мутков Выражает благодарность Владимиру Путину За то Что тот поддержал Решение По Марио Фернандесу Именно Марио Фернандес И был загадан Мною в загадке Которую вы не угадали Потому что Все люди Которых я назвал И шриланкийская Актриса Бахренского происхождения И Испанская Зюдоистка И профессиональный игрок В снукер И никарагуанская Реационерка Все они Фамилию Фернандес Носят А Марио Фернандес Теперь российский Футболист Вот такая вот Обычная Заковыка Была Ничего сложного Но как-то Вы не решились На этот вопрос Ответить Ну точнее Отвечали Но не угадали И сейчас Подведение Конкурса Лучший Слушатель Деня Сейчас мы будем Созваниваться Человеком Который Сегодня закидал Меня кучей Всяких Мемов Достаточно Смешных Веселых Разнообразных Но по крайней мере Был едва ли Не активнее Всех Сегодня Возможно Мы сможем Пообщаться Еще раз Это Прямо В эти секунды Происходит Созвон И Вывод Гудков Должен быть Чтобы я Почувствовал Что мы Близки Так Алло Алло Здравствуйте Да Здравствуйте Это Спорт.ФМ Роман Вагин Роман Приветствую тебя Спасибо Спасибо Большое За количество Большое количество Сообщений Это Дмитрий Правильно Совершенно верно Роман Как эфир Как день Как Вообще Ожидал Что ты Сегодня станешь Первым Кто выиграет В этом Конкурсе Лучший Слушатель Оффсайд шоу Роман Очень надеялся День жаркий Эфир Огонь Как всегда Поддерживаю Петиции За двухчасовой И даже во время Олимпиады И после И вместо Олимпиады Я бы сказал бы даже Да Конечно Конечно Как без тебя Дим Дим 30 секунд Немножко времени Давай о себе Чем занимаешься Как у тебя Все хорошо в жизни Деньги Лопатой Гребешь Чем живешь И так далее Какое-то Может быть Напутствие На завтрашний день Для всех Слушателей Спорт.ФМ Ну ребят Всех приветствую Сам путешествую Вот недавно Вернулся Сафон Из Греции Восхождение На гору Всем желаю Здоровья Счастья Завтра Всем позитивного Настроения Не жарится На этих выходных Естественно Но Жарких Очень сильно Вот Ну и Спасибо 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 Удачи А в Сайшоу Роман Вагин До завтра Всем Редактор субтитров Редактор субтитров Субтитры сделал DimaTorzok